Доброе утро, уважаемые ребята! Я приветствую вас на уроке биологии. Тема сегодняшнего урока методы селекции растений и животных. Сегодня на уроке мы ответим с вами на два вопроса. Какие основные методы селекции растений и поговорим о методах селекции животных. Успешность селекционной работы во многом зависит от генетического разнообразия исходного материала. На эту особенность указал еще выдающийся генетик, селекционер Николай Иванович Вавилов. С Николаем Ивановичем Вавиловым мы с вами познакомились на предыдущем уроке, когда говорили о селекциях и раскрывали основные методы селекции. Благодаря Вавилову была собрана коллекция из более чем 160 тысяч образцов разных видов и сортов растений, которая сейчас хранится во Всесоюзном институте растеневодства. Эта коллекция постоянно пополняется и в настоящее время она насчитывает более 320 тысяч образцов. В результате работы изучения большого количества растений, собранных в ходе экспедиции, Николай Иванович Вавилов открыл закономерности географического распространения культурных растений и определил их центры происхождения культурных растений. Так Николай Ивановичем Вавиловым были выделены следующие центры. Восточно-азиатский, южно-азиатский тропический, юго-западно-азиатский, предне-азиатский, средиземноморский, абиссинский, центрально-американский, южно-американский. Позднее были выделены еще четыре центра. Австралийский, африканский, европейско-сибирский и североамериканский. Многолетняя работа по изучению культурных форм растений вылилась в формулировку следующего вывода. Это закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Суть этого закона заключается в следующем. Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости. С такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов. Чем ближе генетически расположены в общей системе роды и виды, тем полнее сходство в рядах их изменчивости. Целые семейства растений в общем характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящий через все роды и виды, составляющие семейства. Следует отметить, что позднее после проведения исследовательских работ было установлено, что закон гомологических рядов, который был сформулирован Николаем Ивановичем Вавиловым для растительных организмов, аналогичен для животных и микроорганизмов. Данную закономерность Вавилов ярко продемонстрировал на примере семейства злаковых, у представителей которого встречается одинаковая окраска зерновок, длина остей, форма остей. Для создания чего-то нового с определенными характеристиками в селекции растений используют гибридизацию с последующим отбором. Так в процессе отбора массового или индивидуального он позволяет выделить из имеющихся в популяции растений необходимые признаки. Основные методы, которые используются в селекции растений, это инбридинг, полиплоидия, искусственный мутагенез, отдаленная гибридизация. Метод гибридизации географически отдаленных форм растений был использован ученым-селекционером Иваном Владимировичем Мичуриным. Так было выведено более 300 новых сортов плодовых растений. Эффект гетерозиса или эффект гибридной силы проявляется с повышенной жизнеспособности гибридов первого поколения. Данные гибриды получаются для получения гибридных семян. Естественный мутагенез, который вливается в полиплоидию, то есть кратное увеличение числа хромосом, он давно используется для выведения сортов овса, картофеля, пшеницы, плодовых, декоративных и других культур. Искусственный мутагенез происходит при помощи воздействия на растения различных мутагенов. Мутагенами могут быть химические вещества и излучения, которые способствуют разрушению веретена деления. С помощью отдаленной гибридизации можно получать растения, которые сочетают в себе признаки разных видов или даже родов. Так Георгий Дмитриевич Карпиченко предложил использовать метод полиплоидия для устранения бесплодия гибридов, которая проявлялась при скрещивании межвидовом. В сочетании отдаленной гибридизации с последующей полиплоидией были получены многолетние пшеницепырейные гибриды, в том числе сорт третикали, который сочетает в себе ценные качества пшеницы и ржи. Работы в этом направлении проводил Николай Васильевич Цицын. С помощью отдаленной гибридизации с последующим радиационным мутагенезом были получены и новые сорта хлопчатника. Химическим мутагенезом получили большое количество перспективных сортов кукурузы, пшеницы, овса, риса, подсолнечника. В последнее время в селекции набирают обороты методы клеточной инженерии. Ее методами уже выведено много сортов овощных, плодовых и декоративных культур. Так для быстрого размножения новых сортов используют метод вегетативного размножения, культуру тканей. Мы с вами видим привитое дерево, цветущее двумя видами цветков. Разработка и усовершенствование методов селекции растений играет важную роль в жизни человечества, так как от этого зависит продовольственное обеспечение населения. Ну а теперь давайте с вами вспомним, что мы говорили в разделе «Селекция растений животных». Вспомните, пожалуйста, какое количество центров происхождения культурных растений было выделено Николаем Ивановичем Вавиловым первоначально? Какое количество центров насчитывается в настоящий момент? В чем основная суть закона гомологических рядов наследственной изменчивости? Закон гомологических рядов наследственной изменчивости – это закон, который характерен для растений, животных и микроорганизмов? В чем проявляются основные методы селекции растений? Ну и какова роль селекции растений в жизни человека? Ну а теперь, я думаю, мы смело можем перейти к следующей части нашего урока. Поговорим о методах селекции животных. Методы селекции животных – они практически те же, что и методы селекции растений. Но есть определенный ряд особенностей, которые связаны с особенностями животных. Но, во-первых, нам необходимо учитывать, что животные размножаются только половым путем, и количество их потомства немногочислено. Огромную роль приобретает генетический анализ, так как некоторые признаки могут не проявляться у родителей, но точно проявляются у потомства. Селекционеры составляют родословные животных для оценки их способностей. Большую роль в селекционной работе является изучение внешних признаков животных, экстерьера. Появление современных видов животных привело к тому, что ослабилось действие стабилизирующего отбора, так как возрос уровень изменчивости. Изначально бессознательный отбор, а затем отбор стал сознательным, когда человек выбирал необходимые виды животных с нужными ему качествами. Обобщение знаний и опыта многих поколений по выведению новых пород животных оформилось в целую науку со своими методами и правилами. Основные направления в селекции животных базируются в четырех ключевых моментах. Первое – это выведение пород животных, которые сочетают в себе высокие продуктивные показатели и высокий уровень приспособленности к условиям среды. Следующим направлением селекции животных является повышение качества продуктивности животных. Далее – это выведение пород животных интенсивного типа, выращивание которых экономически более выгодно. Ну и заключительным этапом в направлении селекции животных является повышение устойчивости животных к заболеваниям. Основные методы, которые используются в селекции – это гибридизация и отбор. Гибридизация может быть родственная – инбридинг и неродственная – аутбридинг. Напомню, что гибридизация – это процесс скрещивания. Результатом гибридизации является гибрид. Отбор, который проводится в методах селекции животных – это массовый и индивидуальный. Сочетание инбридинга с аутбридингом активно применяется селекционерами для выведения новых пород животных. В селекции животных также используют явление гетерозиса, о котором мы с вами говорили, рассматривая селекцию растений. Явление гетерозиса – явление гибридной силы. Например, при выведении цыплят-бройлеров. Отдаленная гибридизация в селекции животных зачастую бывает неперспективной из-за нескрещиваемости родительских форм или стерильности потомков. Но в удачных случаях получают новые породы животных с высокими качественными показателями. Так, удачным примером отдаленной гибридизации являются му и нар. В селекции животных особое значение имеет искусственное осеменение. Это ведение спермы от высокоценных самцов в половые пути самки с целью ее оплодотворения. Немаловажную роль играет полиэмбриония – это искусственное образование нескольких зародыш из одной зиготы ценных пород со следующим за этим ведением их в матку беспородных животных. Ученые пытаются использовать методы клеточной и генной инженерии в селекции животных. Так, в 1997 году в Англии ученые могли провести генетическое клонирование овцы – это известная нам овечка доли, которая появилась на свет из соматической клетки, но была помещена в полость матки и, родившись, появилась на свет. Использование генной и клеточной инженерии вызывает ряд опасений ученых, так как результаты могут быть непредсказуемы. Человек может породить такие существа, которые будут опасны для него самого. Поэтому методы генной и клеточной инженерии проводятся с осторожностью. Для того, чтобы вспомнить и закрепить селекцию животных, я предлагаю вам ответить на следующие вопросы. В чем проявляются основные направления селекции животных? Вспомните, пожалуйста, основные методы селекции животных и дайте определение инбридинга и аутбридинга. Ну и в завершении нашего урока я предлагаю вам записать домашнее задание. Для этого вам нужно будет ответить на следующий вопрос. Почему центры происхождения домашних животных совпадают с центрами происхождения культурных растений? А также заполнить таблицу, используя дополнительную литературу. Вам необходимо выбрать два сорта растений и две породы животных. В табличку вы должны будете внести название сорта или породы и перечислить основные признаки, которые полезны, нужны для человека. Итак, в таблице у вас будет четыре представителя. Это два сорта растений и два представителя породы животных. Благодарю всех за работу.